Всем привет! Очередная распаковка. Вот первая посылка такая помятая. Её срочно нужно распаковать, потому что кому-то горит. Кому-то горит, значит надо быстро распаковывать. Я вообще не планировал, но пришлось. И в первой посылке у нас... Что это такое? Часы. Часы у нас в первой посылке. Вот такие дешёвые китайские часы, которые очень... С кучей стразиков там горят, поработают один год, потом их можно выбросить. Наверное и на год не хватит. Но выглядит прикольно, стоит недорого. Что ещё нужно от китайцев? Браслет такой крепкий, на любую руку подойдёт. Естественно, женский, это понятно. Время настроим. Должны идти. Настраивать чего-то чертовски неудобно здесь снизу. Ну, блокиратор я уже вытащил. А как их настраивать, я таки не понял пока. Туда руками не залезешь. А нет, залезешь. Ну, в общем, можно как-нибудь настроить. Который сейчас час. Шесть. Шесть двадцать. Шесть двадцать. Ну, хорошо, семнадцать. Всё, пятнадцать. Но всё равно неудобно. Клац. О, идут. Всё, хорошо. На, забирай. И следующая посылочка повеселее будет. А здесь у нас, а здесь у нас планшет. Люблю я распаковывать. Не камеры. Что угодно. Только не камеры. Вот такая у нас современная пупырка. Тоже прикольная штука. Её мы не выбрасываем. Ещё пригодится. И это у нас, как мы видим, здесь очень много обозначений. Здесь написано, что это Lenovo i960. Два гигабайта оперативной памяти. Восьмиядерный процессор. Десять дюймов экран. Ну, так, прикольно. В руках вроде ничего. Но здесь не десять дюймов. Так, приложим к моему. Да, здесь не десять дюймов. У моего просто десять. На который я снимаю. Кто не знает, я снимаю распаковки на планшет. Представляете? Вот. Ну, наверное, какие-то технические характеристики здесь будут. Потому что, если честно, я ничего не помню. Но минимальные тесты я проведу. Там, Antutu. Замеряю ёмкость батарейки, кому интересно. Время работы ещё могу посмотреть. Зарядное устройство на 2 ампера. Уже неплохо. Хотя бы два. Наушники в комплекте. К планшету наушники в комплекте. Это очень прикольно. Зачем к планшету дерьмовые китайские наушники в комплекте. Карта памяти на 32 гигабайта. Не помню, что бы я брал на 32 гигабайта. Возможно, я брал на 16. Ладно. Не суть. Надо будет рассмотреть заказ. Может быть, китаец по ошибке положил больше. Здесь у нас номер телефона китайца. Вдруг надо срочно ему позвонить. Технические характеристики в бумажке. Мануал на английском. Уже хорошо, что не на китайском. Кстати, непонятно, что это Lenovo. Возможно, это какой-то Levan, что ли. Потому что Lenovo обычно указывает, что это Lenovo. А здесь просто непонятно пока. Просто таблик. Технических характеристик нет. Какой здесь Android? Что здесь вообще установлено? Что я получил? Пленка в подарок. Уже радует. Пленка даже подходит. Цеплять ее, естественно, не буду. Достаем из пакетика планшет. Он очень громоздкий. У меня планшет Asus Infinity, по-моему, TF700T. Но он очень тоненький. Металлический корпус там у него. Вот у него, на кого я снимаю. А это очень жирный планшет. Вот такой он толстый. Здесь, наверное, миллиметров 9. Может, даже сантим есть. Ну, в руках ощущается он тяжеловато. Мой полегче будет. Тяжеловато и толстовато. Сейчас мы замерим, сколько он весит. Я думаю, грамм 400. 400, 500 может. Ну, посмотрим. И весит он 448 грамм ровно. Видно вам? Даже видно. 440. Ох, сколько были! Не мешало бы здесь убрать. Да? Так, включаем планшет. Где он тут включается? Что тут еще интересного на этом планшете? Здесь есть разъем для двух сим-карт. Двух сим-карт. Собран вроде бы нормально. Не хрустит тут ничего. Ну, пластик не очень приятно, что здесь пластик. Мне больше нравится металл. Еще он не софт-тач, а просто обычный какой-то пластик. Сзади есть вспышка и камера. Задняя 5 мегапикселей, передняя 2 мегапикселя. Еще он умеет вибрировать. Защитной пленки из завода никакой не предустановлено. Ну, хорошо, что в комплекте есть. Зато у нас сразу на заставке вот такая сексуальная китаяночка. Это радует. Сразу впечатление о планшете меняется. Ты уже думаешь, что это действительно хороший планшет. Можно прочесть его технические характеристики отсюда. Разрешение экрана здесь 2560 на 1600, если это, конечно, правда. Android 5.0 уже тоже хорошо как бы. Что еще интересного? Модель Lenovo i960. Почему нигде на коробке не указано, что это Lenovo, я не знаю. Может быть, вы знаете? Напишите в комментариях, потому что я не буду долго разбираться с этим планшетом. Проведу быстренькие тесты и все. Отправлю заказчику. Да, и Мэй здесь какой-то есть. Значит, две сим-карты и все. Вам это слышно? Ну, эта вибрация меня немного расстраивает. Впечатление от китаянки на заставке хорошее, а от вибрации не очень хорошее. Жужжит противненько. Снизу микрофон. Камера расположена посередине. Что это тогда заклеено? Что это такое? Наверное, здесь какой-то винтик. Так, что тут еще? А где у нас сим-карты-то вставляются? Вот здесь они у нас вставляются. Сейчас мы откроем и посмотрим. Угу. Целые две сим-карты для одного планшета. С него еще можно будет звонить. Так, прилаживаем к уху и алло. Нормально слышно. Здесь, кстати, микрофон. А, мне так звонить нельзя будет. Придется гарнитуру подключать. Ну, сим-карты, скорее всего, стандартного размера, потому что большие разъемы. Стандартного размера симки. 3G. Подключил. В интернете сидишь, по скайпу разговариваешь. Удобно, комфортно. Есть претензии. Видел обзор в интернете. Что в скайпе камера перевернута. Но это мы увидим. Думаю, не страшно. Можно взять, перевернуть планшет и разговаривать по скайпу вот так. Шучу, конечно. Сколько здесь заявлена емкость батарейки, я не знаю. Но зато я знаю, сколько здесь реальная емкость батарейки. Сейчас я все протестирую и вам расскажу. К сожалению, нет достаточно времени, чтобы потестить этот планшет. Потому что китаец заявил одни характеристики. По сути, здесь совсем другие. Это я понял спустя 20 минут использования планшета. Ну, начну с того, что я поиграл в Mortal Kombat. Он запустился, работал нормально. Играбельно, все хорошо. А почему бы ему не работать, если разрешение экрана здесь не то, что заявлено китайцем 2560 на 1600 пикселей. А разрешение экрана 1280, по-моему, на 600. Сейчас увидите, я тестил через NanoMark и через Epic Citadel. Да и другие проги показывают, что разрешение экрана меньше. Поэтому все игры, которые вы бы хотели на нем поиграть, вы на нем сможете играть спокойно. Экран здесь довольно приятный. Мне нравится здесь узкая рамка. Я даже замерил, мне показалось, что здесь меньше заявленного. Но здесь реально 9,7 дюйма. По-моему, 22,5 сантиметра. Я уж точно не помню, но это все верно. По поводу этого претензий никаких нет. По поводу того, что здесь есть ли 4 гигабайта, 8 ядер, я не знаю. Потому что я не рутовал планшет. Его нужно было бы рутовать. Удалить Antutu, который здесь был предустановлен, который не удаляется. Видите, здесь нет удаления. Можно только информацию здесь остановить, отключить. И обновить через Play Market тоже Antutu не получится. Будет писаться, что нужно... Не буду показывать, что нужно удалить сначала эту версию Antutu, а потом установить другую. В GPS-тесте показывает всего два спутника. Это, конечно, мало. Для этого здесь был предустановлен свой GPS-тест, который показывал больше спутников. Который показывал, что планшет прям бомба в GPS. Но как GPS в машину, допустим, его не получится использовать. Углы обзора здесь нормальные. Экран никакого дискомфорта не вызывает. Можно спокойно залипать в фильмы. Сзади два динамика, что очень радует для такого устройства. И слышно хорошо, и громкость нормальная. Никаких претензий к динамикам нет. Есть претензии к другому. На планшете должно быть 64 гигабайта памяти, как говорит китаец. Как говорит сам планшет. Подключая его к компьютеру, показывается реально 60 гигабайт. Но получается, по сути, всего 16. 6 заняты операционкой или чем-то там еще. И 10 свободно для вас. Я закинул несколько фильмов. И больше 10 гигабайт накидать просто не получается. План выдает ошибку. И что бы я не пробовал, удалял. Ну, просто здесь нету 60 гигабайт. Вот и все. С этим нужно смириться. В принципе, мое мнение какое. Если вы еще не купили и думаете, стоит ли покупать этот планшет. Скажу вам, нет, не стоит его покупать. Можно выбрать что-то более правдивое. Не подделку Lenovo. Так как такой модели у Lenovo нет. Это i960. Я об этом узнал, естественно, когда он пришел. Заказывал его не я. Точнее, заказывал я, но выбирал его не я. Как всегда. Ну, пришлось отвлечься на звонок. Итак, возвращаемся к планшету. Еще что забыл добавить. Здесь, покупая такой планшет, грубо говоря, не оригинальный. Подделку можно попасться на какие-то неприятные моменты. Если видите, вот здесь, вот справа снизу, такие белые точечки. Это недостатки в матрице экрана. И она немного битая получается. Не знаю, видно ли вам. Я их хорошо вот здесь вижу. Особенно на темном. Если это что-то светлое, то, естественно, оно не будет видно. На темной картинке видно. Даже вот такие есть у меня прикольные. Яркость экрана нормальная. На солнце, естественно, видно будет плохо. Чего можно хотеть от этого устройства? Что есть, то есть. Емкость батарейки еще забыл сказать. 3100 мАч здесь всего. Заявлено было 8000 мАч. Ну, естественно, китайцы это преувеличил. Хватит примерно на 3 часа просмотра видео с интернета при максимальной яркости. Не более. Где-то 2,5-3 часа. Если это будут игры, это 1,5-2 часа. Вот так и рассчитывайте. Вот, в принципе, и все. Тест с камер. Не знаю, буду ли я вообще показывать. Потому что 5 мегапикселей. Здесь ничего сверхъестественного нет. Просто обычная камера для фото. Каких-то документов. Добавлю про скайп. Чуть не забыл. Скайп здесь меня вообще бесит. Включаешь скайп. И действительно, камера показывает перевернутое изображение. Сейчас мы наберем меня же. Я уже добавлял, проверял. Видеозвонок. Не знаю, сейчас вам будет видно или нет. Так, вот это я. Видите, оно перевернутое показывает. Не знаю, или вам видно. Оно вот так видно вам. Ну, лампочка перевернутая, перевернутая. Изображение перевернутое. Это у всех, у кого это же устройство. Я видел в интернете, еще есть обзор на него. Но там обзорщик сказал, что его стоит купить. Нет, его не стоит покупать. Это же подделка. Здесь еще могут быть какие-то баги, глюки, которые потом всплывут. Оригинальное устройство лучше. Да и за эти деньги можно купить что-то наподобие Onda или T-Class. Какой-то китайской фирмы планшет. Которая будет более достойного качества. И не будет врать по характеристикам. Что больше всего раздражает. А если вы уже приобрели это устройство, что поделаешь, пользуйтесь. Оно не такое уж и плохое. В принципе, меня оно удовлетворяет. Узкие рамочки удобные. Экран нормальный. Можно играть, смотреть фильмы. В принципе, норм. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пока.